МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планируется это, конечно, в центре, изначально историческом центре развития ремесленничества, это в Акчисарае. Сейчас идут переговоры с администрацией города. И я думаю, что в ближайшее время мы обговорим все точки соприкосновения, которые мы сегодня сталкиваемся в этом вопросе. И будем радовать крымчан и гостей Крыма именно таким новым объектом. Город будет жить постоянно или сезонно? Нет, планируется, что он будет работать круглогодично. Что натолкнуло нам мысль о создании такого города? К тому же отнюдь не в курортном, так сказать, регионе. Ну, я бы не сказала, что Акчисарай не курортный регион. Частично. И как подходить к этому распространению. Ну, я еще раз говорю, что исторически Акчисарай был центром ремесленничества. И сам Бог велел именно делать такой центр в этом городе. Второе – это понимание и поддержка со стороны органов местного самоуправления и регус-администрации. И третье – это немаловажный и в первую очередь момент. Факт, который подвиг – это то количество мастеров, которые сегодня есть в Акчисарайском районе. И в целом у нас Крыму, которые готовы уже начинать работу и заявить о себе именно с такой точки профессиональной. Наталья Николаевна, а где гарантия, что этот город мастеров не станет очередным рядом торговых палаток по сбыту продукции? Своей, не своей, не важно. Вот все-таки ремесло – это в том числе и какие-то мастер-классы, наверное, при общении к этому искусству. Будет ли такого рода практика? Вот изначально, когда планировалась эта идея, возникла концепция, прописывается, и сейчас мы ее обговариваем, это не вот те торговые ряды, которые вы говорили. Это действительно будет городок мастеров, куда можно будет приехать и попробовать самому сделать. Плюс к этому мы там планируем проведение именно там, это основная отправная площадка будет для проведения мини-фестивалей различных. Это по направлениям мини-фестиваль гончарного, мини-фестиваль кузнечного дела и так далее. В принципе, в Крыму обилие фестивалев в этом году в особенности стартуют один за другим, в основном, конечно, летом, к сожалению. Но, тем не менее, ремесленники – это неотъемлемая часть практически каждого фестиваля. А вот не думали о том, чтобы создать свой какой-то ремесленный фестиваль? Ну, такие задумки есть. И опять-таки, встречаясь, имея поддержку и понимание со стороны правительства, вице-премьера Бавыкина Евгении Глебовны, сегодня именно прорабатывается именно еще такая идея создания своего крымского фестиваля. Насколько популярны среди крымчан своего рода ремесла? Ну, вы знаете, с каждым годом интерес возрастает. И вот по количеству мастеров, которые звонят, обращаются в палату, встречаемся мы в регионах. Конечно, у людей золотые руки, прямо скажем. Но сегодня их надо направить, потому что рынок сегодня требует уже не просто какого-то изделия, люди хотят и тематический сувенир, да, приезжая на тот или иной фестиваль или посещая то или иное место у нас в Крыму, тот или иной город. Ну, и я хочу сказать, что действительно фестивали много разных тематических. Вот буквально стучится к нам фестиваль очередной, опять-таки, это Бакчисарайский район, село Вилино, 22 августа, приглашая всех крымчан. Заодно и проанонсировали. Да, приглашаю всех крымчан, гостей Крыма. Ну, будет пресс-конференция, я не буду предвосхищать события, но тем не менее. Вы знаете, вот фестивалей много, но подобного фестиваля еще не было. Это я могу однозначно сказать, потому что было на многих фестивалях. И это первый всекрымский, поддержанный советом, организованный советом министров этот фестиваль. Хотя этот фестиваль, название, не первый год он проходит, он уже проходит, там, пятый раз будет проходить. Но вот в таком масштабе, вот с таким наполнением и с таким отношением со стороны государства, в данном случае правительства, мы, в общем-то, рады, что нас видят, слышат. И сегодня Бахчисарайская администрация, совет министров, общественные организации, которые сегодня это вот организуют, этот фестиваль. Я думаю, что они будут достойны уважения, когда пройдет этот фестиваль, и много хороших слов люди скажут. Потому что, ну, очень интересная программа. И я еще анонсирую, что на этом фестивале будет, в общем-то, провозглашен День виноградаря. Сегодня это одна из тех... То есть он еще и тематический будет до своего рода. Да, он тематический, да, он действительно тематический. Это не просто фестиваль вина будет, фестиваль «Золотая гроздь». Но это будет еще и очень много интересных и сопутствующих там мероприятий, и предприятий, которые представляют эту отрасль, да. Кроме выставочного, там еще будет и конференция проходить, поэтому я приглашаю фестиваль. Анталика, вот возвращаясь все-таки в плоскость ремесленного дела, да. Ремесла — это не только творчество, это, в первую очередь, вид деятельности, да. А вот если трактовать по налогам у законодательства, да, все-таки они должны платить какие-то налоги. Вот изменилось ли законодательство в этой части и каким образом? Ну, в данном случае, на сегодняшний день мы работаем в рамках российского законодательного поля. И, опять-таки, преференции в Крыму, те, которые сегодня есть для малого бизнеса, ну, это можно взять патент. То есть он должен быть индивидуальным предпринимателем? Значит, это зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и взять патент. Естественно, что сегодня хотим этого или не хотим, многие как-то, может быть, еще не совсем понимают, но рынок все равно он уже диктует, и люди чувствуют конъюнктуру. То есть уже уходит время, когда вышли, там, поторговали, вот такая небольшая выносная торговля. Но, опять-таки, мы говорим о крымском сувенире нашем, о наших крымских мастерах. И преференции мы сегодня видим, что у нас есть такие преференции для наших мастеров. Это и в Патторе, и это в других регионах, где администрация идет навстречу, даются площадки для продаж. Ну, если смотреть правде в глаза, то все-таки зачастую людям проще где-то втихую продать свою продукцию, нежели платить налоги и все легально оформлять. Вот какие плюсы конкретно получают те же ремесленники от законной реализации своих продуктов? Вот расширяется ли рынок сбыта в том числе? Ну, опять-таки, я еще раз хотела обратить внимание, что если для меня это основной вид деятельности, и я хочу, чтобы моя продукция позицировалась и была представлена на рынке, не только на крымском рынке, но и на том же Московской области. Мы имеем уже опыт работы с предприятиями, торговыми организациями. Вот небольшая первая партия у нас сувениров, которая была на Московском подворье, в Московской области, показала, насколько интересен и востребован крымский сувенир. То есть пользуется популярностью? Пользуется популярностью. Но, опять-таки, предприниматель, который закупает, он закупает не у физического лица, он должен гарантировать, если там какие-то вопросы, там возврата или еще что-то, с кем он будет иметь дело. Дальше. У нас есть предложение с Ленинграда, торговой организацией. Но Санкт-Петербург тоже сразу сказал, ребята, мы готовы, но это должен быть или индивидуальный предприниматель продукция со штрих-кодом, потому что мы должны официально торговать и представлять эту продукцию. Сегодня мы ищем разные пути, возможности. У нас есть один из предпринимателей в Крыму, у него очень интересный сувенирный магазин. И вот через этот сувенирный магазин наши мастера, индивидуальные предприниматели, официально имеют свою полку, где они представляют свою продукцию. Поверьте, этот магазин мы начали работать еще в прошлом году весной. Мы вот уже больше года работаем, и жители этого города, причем это курортный город, и гости. То есть суть понятна, хочешь зарабатывать, работай честно. С большим удовольствием, да, с большим удовольствием посещаем. Антоника, благодарю за беседу, вам успехов и в первую очередь успешного проведения фестиваля. Спасибо. У нас на этом все, но мы не прощаемся, оставайтесь с первым Крымским. Редактор субтитров А.Семкин